здравствуйте друзья у нас в студии гостья гостья представляетесь громко скажите гостья зовут софия софия прилетела не крутитесь так тихонько туда так вот с детройта софия я подозреваю что до детройта вы тоже где-то проживали где проживали до детройт конечно родилась и выросла во львове украина прямо вот во львове там вот там где старинные здания такая все 10 минут от старинных зданий ну там все такое исторически архитектурное но чувствуется вот растешь в городе где все такое старинное конечно поэтому и пошла на историка учиться она вот так окей хорошо так то есть вы город знаете вот там где чего там абсолютно хорошо так вы как давно со львова-то 7 месяцев как тут чего всего а как же вы прилетели в детройт не не подождите вы как попали в америку то вы по какой линии можно сказать по линии объединения семьи а то есть вы не выигрывали гринкарту в лотерею так семью и ты что у вас тут за семья с которой вы соединялись дедушка дедушка крестный это значит видимо что ваши родители соединялись с дедушкой да то есть папа поехал к папе а вас как несовершеннолетний взял с собой и незамужний и незамужнюю друзья но вы уже совершеннолетняя относительно 18 есть 19 19 незамужняя все про нее знаем и поэтому и можете эту мову можете разбавляет и украинскую мову а как же вы по-русски у нас телевидение большинстве все же русскоязычное и много читала разных книг тоже на русском большинстве на русском получилось вот когда по-любому ходишь там много русской речи или мало и сейчас уже много не понял что последние два года очень много потому что переселенцы с востока донбасса а из крыма тоже есть да из крыма есть а я где-то читал или кто-то где-то я в интернете где-то видел что вот именно крымские татары они поначалу вот когда поехали ну вот уезжали из крыма ехали во львове много было они там остались или куда-то дальше даже свои у нас даже кафе открытые татарские кухни которые открыли преселенцы вкусно там не ходил не ходил а так скажите значит а что вы можете изготовить из украинской кухни можете что-то допустим я не знаю молодой человек раз таком не интерес проявил а вы его раз что-то такое и все и он ваш это как вот как вот это у гоголя там он их так взглядом сметану масле варенички а с чем совсем ну творог вишня дальше что картошка грибы картошка прям обычная вареная бульба я извиняюсь туда в вареники ну хорошо то есть можно жить хорошо теперь давайте так приехали вы в америку по английски вы где научились я закончу специализированную гимназию с углубленным изучением английского языка по кромче говорить а потом скажет что тихо слышно значит гимназия с углубленным изучением английского языка как бы английская школа по вот как раньше называлась наше время такая сильная английская школа в университете у меня английский был каждый день некоторые семинары и лекции я тут с университета мне не очень понятно если вам всего 19 лет и сколько же вы там учились в университете на первом курсе только начала фактически так университета у вас по какой специальности это был мейджор какой у вас история у меня был гуманитарный факультет историческая специальность но учили английский да учили английский еще латинский когда живешь во львове есть какое-то ощущение что ты где-то одной ногой в украине живешь а другой может быть уже в польше вот как-то вот вот это как близость границы вот как бы вроде раз и поехал да в любой момент раз польша поехал или это сложно в польше я бы не сказала что вот именно польша но ощущение что ты не совсем украине есть потому что очень много туристов круглый год европейские или еще откуда европейцы америка абсолютно даже азии есть но большинстве это америка европа но вы знаете зачем они во львове то есть что их там привлекает что они там делают архитектура фестивали праздники у нас в львове очень сильно все празднует не то что с девчонками знакомиться там приезжают нет ну что девчонок их кругом много да то есть это не специфика любого ну это один из бенефитов даже если там скажем архитектуре не понял ничего а так хоть красоту посмотрел я не спрашиваю чего папа ваш воссоединялся с дедушкой это как бы их дела но вот вы ехали в америку вы себе чего думали вы чего хотели какие-то планы может у вас я не знаю выучиться получить очень хорошую специальность а какую вы не знали точно не историю нет я решила что не историю точно какой-то конкретной вообще не было потому что с детства интересовал очень много всего и очень разнообразного очень тяжело было выбрать какую-то конкретную специальность понял вы у нас сдавали тест психологический нет нет и надо будет вас на тест поставить я вам тогда расскажу чем тут ну хорошо про таланты ваши все узнаем как вы к нам-то попали из детройта самолет билеты это понятно но как вам в голову пришло купить билет вот и к нам я еще в украине планировала школу портного да вы что еще до того как мы выехали фактически за год до того как мы выехали я уже знала про школу я уже смотрела видео то есть вы я понял процесс воссоединения не был быстрым то есть вы знали то может быть за год за два что вы уже едете фактически мои родители это лет 20 ждали на этот процесс пока в очередь потому что сначала папа был один потом он женился потом еще ребенок и это все очередь усложнялось и усложнялось а вот знали что уже документы выйдут в последние несколько лет потом уже когда мы поехали в посольство нам одобрили визу все хорошо нам ее сразу же и заморозили потому что в этот момент было с востока кибер атака на посольство я помню да да это было это вот вы туда попали в этот мы только вернулись по львов как нам подзвонили сказали заморозили надолго фактически на год это было месяцем 10 или 11 надолго ой ё-моё ой господи хочу родители делают в профессиональном плане чем на жизнь зарабатывать ну папа ремонты делает начал с руфов крыши сайдинга да это очень просто и очень популярно ну да в америке с чего начал вот сейчас уже купили машину уже немножко язык подучили уже он сменил несколько фирм уже делает ремонт внутри домов понял так подождите папа молодой папа 45 лет молодой мужик смотри еще 20 лет до пенсии большие планы так мама чё делает мама пока ничего не делает изучает английский язык мама у нас ведет домашнее хозяйство тоже симпатичная конечно но я вообще как королева там ну хорошо для просто комплимент это сделать это притуривает что я так просто так интересуюсь значит вы заранее готовились заранее знали родители вам в этом плане как-то ну советовали или наоборот говорили ануте это не для девочки зачем тебе это надо какие-то компьютерные дела там или что в первую очередь меня в школу вообще отправила мама мама узнала про эту школу да она рассказала мне мама меня убедила что я могу потому что я говорила маму как там компьютеры техническая специальность ну что то я же гуманитарий какие компьютеры она мне каждый интернет ты посмотри вот такие люди с таким бэкграундом пошли с таким бэкграундом я чувствую что мне уже вашей маме очень симпатичной кажется так у вас в маме не выслать 40 всего? в маме 39 так это же наш контингент господи вы давайте уже устраиваетесь и мама пусть английский подучит мы и маму тоже путевку в жизни и выпишем что же она там будет дома сидеть вы уже выросли что и дома сидеть правильно? ну родители хотят сюда переехать когда я уже более-менее а то есть вы не собираетесь обратно? нет ммм абсолютно нет ну я не знал я же это интересуюсь хорошо так вы у нас сколько проучились уже? гуманитарная такая месяц и неделю месяц и неделю пять недель грубо говоря это бы фуллтайм да так а тяжело учиться все таки четыре раза в неделю по пять часов там это вот ну нагрузка есть на мозге да как физически вот именно эти пять часов очень трудно потому что пять часов очень много тебе пробует дать и очень много осознать вот уже когда ты сам потом идешь домой и учишься тогда уже легче потому что ты учишься в том темпе в котором ты усваиваешь да это правда ты заново перевариваешь все что тебе успели за эти пять часов просто столкнуть в голову а у преподавателя задача понимаете сложная потому что группе народ разный и вы говорите что-то они так много напихали надо потом идти разбираться что это было а есть люди которые сидят и говорят ну что ж так медленно это же невозможно там и они сидят отвлекаются там какие-нибудь месседжи проверяют или что-нибудь там браузят потому что им кажется что могли бы уже и побыстрее что-нибудь накидать то по моему это просто невозможно разве что человек пришел сюда уже все знает зачем он сюда пришел тоже вопрос но он может быть не все знает но так вот хорошо теперь все-таки вы сидите в классе пять часов потом пошли там домой вы с девочками где-то живете или да с румейткой с румейткой с одногруппницей и вы занимаетесь или там пришли домой там портфель кинули по пиву там к примеру но я не знаю нет мы пришли кинули портфель и так по ланчу по ланчу по ланчу дальше потом взяли ноутбук в руки и пошли покивай хорошо то есть есть чем заняться абсолютно мы сначала пробуем как-то усвоить усвоить то что нам за эти пять часов задали потом через несколько часов с такой вот большой-большой головой такими глазами квадратными пробуем один в другого что-то спросить у нас есть интервью questions после каждой презентации и мы по ним одна в другую так гоняемся это неплохо слушайте у вас правильный подход а вот скажите мне такую вещь мы не сговаривались я так экспромтом скажите мне такую вещь софия у нас преподаватели часто значит говорят что вот приходишь в класс и видно что они не занимались потому что вот пытаясь дальше идти а то что было раньше не понято они не занимались другие люди говорят вы даже не представляете насколько все занимаются и вот это настолько это вот как бы гораздо больше народу хорошо занимается чем допустим там несколько сачков которые не занимаются вот как бы с вашей стороны вот с той стороны как бы видно что народ занимается или видно что многие дурака валят вы знаете у нас такая группа собралась все как на подбор вот в этой галузи у нас даже во время ланча во время кофе брейку у нас обговаривается все только что касается какое-то слово вы сказали в этой галузи в галузи что это галузи галузь извините это по украински а окей а что это было галуза что это такое галуза разновидность то есть один из видов чего-то большого какого-то объекта один из видов то есть подраздел вот как-то так подразделение ну хорошо ладно какое слово так видишь ты очень стильная у нас есть группа в скайпе где есть все абсолютно то есть вы создали себе отдельно группу в фейсбуке куда постоянно сбрасываются какие-то новые материалы в скайпе бесконечно просто обговариваются домашние какие-то уроки задания это ваша группа недавно писала мид терм пару дней назад мы так обожались тут это просто там перл на перле один там был надо вот на стене написать как девиз какой-то там значит был вопрос что такое баг что такое софтвер баг что такое софтвер баг ну так на вскидку так что это такое как это разница между тем продуктом который мы реально имеем и тем который должен быть по requirement да значит ну а там было сказано так что софтвер баг это мисс мэтч вот вас когда учат мисс мэтч да и дальше на самом деле когда ты сказал мисс мэтч уже дальше тебе некуда дебаться между чем и чем и между тем что должно быть и тем что получилось знаете как то а получилось как всегда ну и вот значит и фраза звучала так которую мы хотим на стенку вот это вынести фраза звучала так это мисс мэтч битвин то есть expected result и unexpected вот чувствуется что от чистого сердца ну люди нервничали да да а есть стресс вот когда пишешь тем этот митер какой-нибудь это стрессово да вообще да но это зависит от того насколько ты уверен в себе насколько ты уверен что ты действительно хорошо подготовился участвовать если ты сам знаешь что где-то что-то на косячи где-то недоучил понятно что ты нервничаешься если ты знаешь что ты все четко прошел все основные аспекты и хорошо подготовился да зачем нервничать а вот вы как представитель современной молодежи можно сказать что вы современная молодежь видимо да не отмажешься понимаете да вот вы как современная молодежь какой хороший такой правильный возраст для девушки замуж выходить ой я думаю задумалась задумалась прям все около лет наверное 30 я так думаю а когда же едет когда же едет кражет то да поза 30 ну смотрите ну нужно же окончить школу да кончить университет да а найти работу а поработать а построить какую-то карьеру хотя бы маленькую угу чего-то добиться как-то себя вот поставить угу а вот девочки которые с вами учились там в школе ну вот в альбоме например да есть такое вот как раньше вот при в наше время когда девчонки там норовили там там 18-19-20 лет уже выйти замуж тут же детки пошли там вот сейчас есть такие или сейчас девчонки больше такие более ну как-то вот карьерно устремленные более карьерно выучиться заработать а желательно еще уехать за границу больше заработать больше выучиться вы уехали ну да еще нет еще нет безвизового режима с евросоюзом но вот вы живете в альбоме вы хотите поехать я не знаю в Польшу в Венгрию там в Чехию я не знаю в Германию это сложно в визовом отношении это сложно это зависит так хорошо давайте так вот то что сейчас к лету скорее всего появится безвизовый режим вот как в Молдавии да то есть можно будет на три месяца поехать без визы это как-то изменит что-то в жизни людей скажем вот во Львове ну кроме настроения вот такого ощущения того что вот как-то так езжай куда хочешь вот в практическом плане это что-то дает те же заработки там я не знаю ну что то я думаю половина населения выйдет и попробует остаться а сейчас они не пытаются выехать и остаться сейчас пытаются но у кого есть карта поляка то есть есть близкие родственники так поляки они уже в Польше и уже давно вот постоянно открываются там было много поляков и они уехали то есть родственники близкие родственники по-моему втором и третьем поколении если у тебя родственники были поляки ты можешь это доказать то есть польский дедушка уже можно ехать да да и там очень много разных бенефитов да и дешевле и даже возможно вообще фри учеба бесплатная учеба в Польше вот вам как человеку у которого видимо родной язык украинский да да вам польский язык свободно понятен или надо напрягаться ну мне надо напрягаться в родителей проще ну родители там в Польшу ездили и в это время когда они учились в школе и в школе был польский очень часто мне уже тяжелее потому что я нигде не стыкаюся с польским вообще больше с русским я понял понял хорошо просто мне казалось что может быть украинский где-то ближе к польскому чем например русский там больше славянских корней да у нас даже вот украинский язык но который во Львове очень много слов польских очень много то есть вот это как бы диалект местный да ну не удивительно ну что же хорошо так вам в целом в Америке то нравится да а что именно вот когда вы только приехали в Детройте жили что вам нравилось например в той Америке которую вы видели в Детройте ну видите я первый раз в Америке было 8 лет назад я была по визитинг по гостевой визитинг в 10 лет в 11 маленькая была девочка пятиклассница к дедушке у гостей на лето вот и я еще тогда помню что я только вышла так вышла где-то на улицу где большое количество людей и все улыбаются а ты подождите а вы у меня улыбаются ну нет не так ааа давай в Сибирь поезжать скорее нет да она не хочет в Сибирь я помню что вот именно улыбки это еще с этого времени а вообще когда приехали в Детройт большая разница между людьми да все доброжелательные такие кто тебе помочь знаешь ты английский не знаешь английский чисто на улице хорошо если мы сравним Детройт с Кремниевой долиной всего месяца пять недель как приехали из Детройта в чем вот как бы принципиальное различие если есть в принципе такое же различие как и между Детройтом и Украиной вот как между Детройтом и Украиной большая разница да а вот между Силиконовой долиной и Детройтом также такая же разница в климате или еще в чем-то в этих же людях в настроении в той как ты идешь и какую ты чувствуешь атмосферу с людьми с которыми ты общаешься то есть тут люди по-другому общаются абсолютно тут как интересно тут люди вот каждый человек который я встречала в Силиконовой долине с которым я познакомился каждый человек точно может не просто такие попадались не знаю все которых я встречала они все четко к чему-то стремятся и над этим работают то есть они более расслаблены не то что enjoy life а что-то еще и хотят от нее да они любят солнце они видят эти все пальмы но они к чему-то идут вот какая-то атмосфера она просто тебя тоже подталкивает хорошо конечно для молодежи вообще классно конечно когда уже постарше уже думаешь отдохнуть бы там но потом видишь молодежь уже где-то отдых уже надо ими заниматься тоже они без нас куда они хорошо слушайте а вы наш канал смотрите вот видео конечно правда да ну сейчас меньше в Украине больше смотрят а что что у вас конкретно что-то темы какие-то что-то опенхаузы вас интересовали и как там люди в этих домах нет больше родители смотрели родители так ну да папа по ремонту а вы что смотрели я смотрела ваши видео кио курс на русском на это чтобы понять что такое школа и об учебе так а вот так вот для души это философская тетрадь да вы что там как молодежи надо жить да у вас там есть на ближайшие 40 лет там все расписано будете потихонечку двигаться ну что же хорошо а родители тоже нас смотрели да родители каждый выпуск очень я мама мне кажется вообще всех смотрела но они по-русски тоже говорят хорошо да лучше чем я а-а-а то есть старая школа ну они просто говорили а я никогда не говорила по-русски я вот приехала сюда в Силиконовую Голину и я первый раз начала по-русски говорить вы знаете что мне было девятнадцать лет вот прямо как вы было мне девятнадцать лет и я познакомился только-только с женой своей значит второй курс институте закончил значит и мы поехали с ней в Киев но она из Киева приехала в Москву учиться ну и мы едем в Киев погулять и значит идем а Киев в то время был такой абсолютно русскоязычный город то есть невозможно было увидеть вот кроме надписи вот там разных местах и так вот услышать речь украинскую было невозможно но мы как-то шли где-то в районе Бессарабского рынка и там какие-то тетки такие в баранжевых жакетах дорожные работники они что-то там ломами кололи я не знаю ну так как-то физически вкалывали и я получил боевое крещение в украинской мове потому что одна тетка поворачивается ко мне и говорит котора годына и я от неожиданности значит сказал шо и моя будущая жена она она на сих пор мне это припоминает говорит ну ты может быть не понял толком или что-то но ответил вот так в русле в украинской ну можно сказать да шо так вот да ну ладно что же хорошо так такой вопрос вот вы как бы приехали сюда с настроением тут оставаться и соответственно какой-то круг знакомых должен быть и плюс если вы в группе в группе народ боевой настрой у них и это как бы хорошая такая тусовка получается у вас появились какие-то ну друзья я не знаю бывает такое что вы там в воскресенье там сели поехали в океану я не знаю или в горы или в Сан-Франциско ну какой-то круг общения тусовка есть какая-то да группа моя мы с группой постоянно на выходных у нас волейбол в парке тут неподалёку там же такая маленькая как же вы туда выпрыгнете я прыгаю высоко ааааау такая маленькая прыгучая она легкая конечно она худенькая легенькая может как прыгнет туда это я вот уже не могу сильно прыгнуть то да последний раз мы митер как мы праздновали мы пошли в хайкинг в парк Да, по дороге в Санта-Круз. Не помню, как парк называется, но очень красивый. Там есть шикарные парки. Не Басона? О, нет. Нет, но очень тоже большой, красивый по дороге в Санта-Круз. Это прямо горы настоящие. И там эти парки, там леса... Я не знаю, там на 100%, на 80%, но это секлоевые леса. Да, секлоевые леса. Там просто дышится так, слов нет. Потрясающе. На таких всяких узких страшных тропах прошли 12 миль. Шесть в одну ставлю и шесть... Мазохисты. Вот так иметь терн праздновали. Но это неплохо, скинуть с себя стресс, потом упал без сил и всё. Нет, потом мы поехали в Санта-Круз наконец-то пообедать. Как вам Санта-Круз, океанчик? А видели этих морских львов? Морских львов мы видели в Санта-Франциско. Мы ещё в Санта-Франциско ездили на 39-й пирс. Да. Вот и там на них. Ну да, да. Хорошо. Смотрели. Хорошо. Ну что же, то есть вы фактически уже такая вполне морская, такая калифорнийская девчина. Девчина? Девчийская, да? Как правильно? Девчийская. Девчийская. Это когда такое задорное, не очень polite. Не polite? Не nice? Не то, что... Такой девочка-мальчик. Это девчийская? Девчийская, да. Как интересно. Ну ладно. Ну хорошо. Так она вроде задорная, правильно? Ребята скажут. Хорошо. Ну раз такое дело, давайте тогда мы передадим привет тем, кто нас смотрит. Ну не так страшно, чёрт там, как молю это. Ну в смысле, учиться там не страшно? Совсем не страшно. Ну хорошо. Хорошо. Я на самом деле вот услышал в Софииных словах, одну вещь, которая я считаю очень важной в эмиграции, это когда ты всё-таки среду какую-то находишь, попадаешь в свою тусовку, и это очень важно, это многим не хватает. Вот недавно Светлана, когда обсуждала вопрос, вот ехать в эмиграцию, не ехать, вот там связь с землёй, с родиной, там с культурой и так далее. И вот у неё там было, чувствуешь ли ты себя на своём месте? Вот если ты не чувствуешь себя на своём месте, то фактически это тебя подталкивает к какой-то миграции, эмиграции, к каким-то кардинальным переменам в жизни. Если ты чувствуешь себя на своём месте, а чего тебе куда-то деваться? Вы чувствуете себя сейчас на своём месте? Да. А во Львове чувствовали? Честно говоря, до недавних событий, да. У меня было абсолютно комфортно. То есть недавние события повлияли? Да, они очень повлияли, даже на Львов, хоть он достаточно далеко от Востока, но всё же абсолютно другая атмосфера, совершенно другой город стал. То есть люди стали более злыми или что? Люди стали более настороженные, более недоверчивые. Вот так даже? Да, очень много людей из других городов, в особенности Донецка, из Крыма, то есть много русской речи. Люди, они немножко другой ментальности, чем любовяны. Чувствуете себя? Да. Ну хорошо, то есть как бы изменилась среда обитания, так скажем? Да. Жители любого, любовяне. Ну хорошо. Значит, тем, кто во Львове, привет передаём? Передаём. Ну передайте привет. Воздушный поцелуй, можете воздушный поцелуй сделать? Умеете? Конечно. Умеет, умеет. То есть маленькая, а? Ну что же, а всем остальным мы тогда просто помашем и скажем привет, ребята. В общем, не так страшен чёрт, как его молюют. Вообще не страшен. Вообще не страшен, да. Очень круто, очень классно. Очень круто, ну хорошо. В Стэнфорд по близости. Вы в Стэнфорд сходили? Да, несколько раз. Как там? Открытые лекции даже. Да вы что? Ну интересно там. Видно, что народ другой? Ну там вообще такая концентрация. Вот все атмосферы, о которой я здесь говорила, там прям такая концентрация между этими. А видно, что люди другие, правда? Да. Там даже когда по Стэнфорд к шоппинг-центру ходишь, просто вот шоппинг-центр, и там ты видишь, что совершенно другая публика. То есть там люди с гор спускаются. Там, с богатых гор там такие. Есть такие горы, где очень богатые люди живут. И ты прямо чувствуешь, что в совершенно другой мир какой-то ты попадаешь. Ладно, мы так никогда не простимся до конца. Ребята, значит мы с вами прощаемся. И не примеряли мы шапок никаких сегодня с Софией. Ну если вот в следующий раз там... У меня, знаете, для вас есть обручок такой, ну с фруктами и с цветочками. Украинский такой прямо. Вот может быть так вот, под украинскую красавицу. А мне, друзья, если кто-то поедет, в чем украинская национальная шапка какая-то есть, кроме брыля? Вот у тебя есть брыль. Или бриль, как правильно? Брыль. Брыль, вот этот. Это брыль? Да. А кроме брыля есть что-то такое украинское, такое национальное. Здесь еще у нас казаки ходили в таких высоких черных шапках с овечьей шерсти. Такие высокие, с таким... Дайте-ка мне вот эту. Такого типа? Но они более конусоподобные. Так. А-а-а! Знаю о чем речь. Знаю о чем речь, да. Да, с пумпончиком. Да, красным. Да. Ну, друзья, в общем, короче, если кто казак какой будет ехать, значит, тогда с пумпончиком захватывайте, а то у меня молдавская вот есть. Да. Ну, все тогда уже. Счастливо! 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 Счастливо!